В школу пройти можно исключительно через турникет. Система автоматически его открывает, если ученик приложил к датчику карту или браслет. Именно они выполняют роль строгого пропуска. Такая система действует в двух образовательных учреждениях Абакана – в лице имени Николая Булакина и в 31-й школе. Карточка выдается бесплатно абсолютно всем учащимся. А вот если выбор школьника пал на браслет, то его уже следует приобрести. Цена вопроса – 350 рублей. Правда, покупать его никто не обязывает. Обязательным для школьника является наличие карты. Эта карта изначально заводится на нового учащегося или на нового педагога. Эта карта у нас служит также для пропуска, система пропуска в вход в здание школы и вход через калитку. Как альтернатива к этой карте есть браслеты ученические. Они, конечно, дороже. Внимание ребят привлекает большое разнообразие цветов этих браслетов – ярко-зеленые, синие и серые. Кроме того, говорят педагоги, они удобнее в носке. Их реже теряют и не портят. Именно поэтому школьники изъявляют желание использовать браслет, а не карту. Я выпросила у папы, сказал маме, она позвонила папе и у папы выпросила его. Слушай, а почему тебе именно браслет захотелось, а не карта? Ну, просто карточку можно потерять, а браслет – нет. Я захотел браслет. Откуда у тебя появился этот браслет? Ты сам изъявил желание? Или вот классный руководитель как-то сказала приобрести? Ну, я сам захотел, потому что им удобнее, потому что пока карточку достанешь, но ее можно не потерять, а браслет вон тут хорошо пристегивается, им легче. Нам сказал учитель, что еще есть браслеты. И вот я подошел к родителям и сказала, можно мне заказать браслет? И мне заказали. Альтернатива аксессуара за деньги – карточка. Правда, и за нее придется рассчитаться. Но лишь в том случае, если школьник потеряет или испортит данный вид пропуска. Сумма за восстановление – 100 рублей. Я обращаюсь еще раз к родителям. Обязательность замены браслета не требуется. Достаточно наличия обычной карты питания, которую ребенок получил изначально при поступлении в школу. Администрация лицея отмечает, если родители столкнулись с навязчивым предложением от классного руководителя о покупке браслета, обращаться необходимо сразу и напрямую к директору. Ксения Майер, Лисуанти, Новости.